Ботан Так, ну а так, быть героем непросто. Сапоги велики, пиджак висит на плечах, и женщина не отговорит. Пятница, тринадцатая, рабочий день. Лучше бы все отдыхали, сидели дома. В офис возвращаются бывшие сослуживцы, уволенные со скандалом, сокращенные под шумок очередного кризиса, отправленные в срочные отпуска, в костюмах мертвецов с порезанными тыквами на головах. Кто живой, сразу не разобрать. Нужны годы, чтобы заметить. Юноша-кулье, потерявший любовное письмо шефа, чем не применули воспользоваться конкурентами, должен был давно уйти на пенсию. Невольно говоришь себе. Лучше бы тогда уволили меня. Ты не будешь есть чипсы, шаурму или хот-дог. Ты будешь есть суп, потому что ты его любишь. Голод, слюна вратовой полости, урчание в животе, подогревают радость вечерней встречи. Твоя верная тарелка горячего супа с ароматным парком, со звездочками вермишели, позвращенной зажаренным луком, приправленной мелкорубленной зеленью, не очень густой и не очень жидкий. Такой, как ты любишь. Такой, как готовила бабушка. Потом мама, когда бабушка умерла. Потом жена Алиса, когда мы разругались с мамой и съехали в однокомнатную на Южно-Портовой. Ешь, вдыхай, запоминай. Суп, 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 белая Алиса, любимый суп. Черепахи едва балансируют над кипящим котлом. Ты едва не подавился от смеха. Алиса бил тебя по спине. Запоминай. Вермишели звездочек, соли и перец по вкусу. Алиса вот-вот уйдет от тебя. Человеку, который любит хот-доги. Чавкая, ест шаурму, выноскает Алису на твоем обеденном столе. Пока ты голодный, идешь по городу и поешь. Суп, суп, суп. В битве при черкизоне на арматурах Линь и Сунь не сразу узнали друг друга. Жезл унижения замер в руке Линя над окроваленном лицом Суня. Здравствуй, брат. Мне так много нужно рассказать тебе. Другая Россия, другой Китай. Мы разные китайцы. Помнишь, когда ты сбежал, нам привезли морской контейнер прессованного американского барахла. Оставили рядом мешок риса и сказали, сделайте что-нибудь путное. Уехали на полгода. А когда возвратились, контейнер был забит тряпичными розами, подсолнухами, георгинами, сумочками для середисков, мобильниками, плетенными ремешками, куклами, грахлой игрушкой. Это и была война. Пальцы, сплетающие бутон георгина и сбитых левайсов, справятся с любой работой. Все сделано китайцами. Скоро везде будет Китай. Обними меня, брат. Вспомни, Ксеноцифалов. Интернат под Киевом. 1978. Завуч. Учитель географии. Физрук. Их серые лица, усталые глаза. Империя разваливалась. Трудно готовить из человеческих детей природных ценоцифалов, покорителей вселенной. Навык думать в пустоту, говорить в пустоту, верить в пустоту, стоять на смех за нее, не передается, как не бейся. Два по Ксеноцифальскому. Мы называли его Чехословацким. Сваровский поймет меня. Ты все же. В глазах их была любовь. Земная лихорадка ксеноцифалов. Понимаешь, что обречены и говорили друг другу. Пусть у детей будет будущее. И вот, спустя 30 лет, я с благодарностью вспоминаю Завучев из рукам учителя географии. Ксеноцифальский с ошибками кормит немного. Создаешь документ Суркову или Кадырову. Заполняешь заявку на президентский грант. Переводишь по памяти с русского на Ксеноцифальский и обратно. Гальванизированные пустотой слова мерцают космическим смыслом. На Ксеноцифальскому невозможно соврать или пошутить. Империя рухнула на магических словах. Я люблю тебя, Родина. Конфликт формата. Ксеноцифальская земная лихорадка. Продолжение следует... Продолжение следует...